В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Прогрессивные технологии современной инженерной мысли для школьников. Саров прибыл в мобильный кванториум. О клубе веселых и находчивых. 8 ноября отмечается Международный день КВН. Прочитать за 10 секунд. Ученица православной гимназии стала победителем Международной олимпиады по скорочтению. Далее расскажем обо всем подробно. Очки виртуальной реальности, 3D принтеры и еще много другого высокотехнологичного оборудования. Все это временно разместили в аудиториях Дворца детского творчества. В течение 4 недель там будет работать мобильный кванториум. Школьники под руководством наставников будут заниматься техническим творчеством. Передвижные фургоны кванториума уже побывали в Дежинске и Дивеве. Саров стал третьим пунктом Нижегородской области, где презентовали этот проект. В Саров прибыл в мобильный кванториум. В течение 4 недель школьники познакомятся с техническим творчеством и инженерными специальностями. Поработают с квадрокоптерами, 3D принтерами, очками виртуальной реальности. А также создадут собственные проекты в различных направлениях. Пром-робо-квантум, хай-тек, гео-аэро-квантум, VR-квантум. В салоне есть все для обучения школьников передовым технологиям. Автомобили оборудованы системами автономного энергообеспечения, освещения и вентиляции. И могут выдержать перепад температур от минус 50 до плюс 120 градусов. Ранним утром фургоны с логотипом мобильного кванториума подъехали к Дворцу детского творчества. Представители администрации Сарова и руководители проекта торжественно перерезали ленточку и пригласили школьников на презентацию. Мне бы очень хотелось, чтобы эти четыре недели прошли для вас с одной самой главной целью. Чтобы вы приняли осознанный выбор, чем вы будете заниматься дальше. Возможно, это будет тот первый шаг в вашем профориентировании, который позволит вам действительно сделать шаг в своей будущей профессии. После напустенных слов школьники разошлись по кабинетам, где наставники рассказали им о том, как будут проходить занятия и что они будут изучать. И, конечно, разрешили все потрогать и рассмотреть. Мне очень понравилось. Я в VR пошел. Нам сказали, что мы еще сделаем свои VR-очки. Мне понравилась проектная деятельность. Тут можно заниматься разными делами, программированием. Это очень здорово, так как дети могут себя попробовать в будущем, выбрать себе заранее профессию. Подробнее о проекте технопарк «Кванториум» журналистам рассказали на пресс-конференции с представителями администрации Сарова, ядерного центра и координаторами проекта. И первый вопрос о степени готовности стационарного «Кванториума» к приему детей. Как пояснила Екатерина Никулина, штат почти укомплектовали. Наставников набрали из числа инженеров НЕФ и студентов магистратуры САРФАТИ. Всех наставников мы обучили по федеральной программе фонда. Они у нас в Сколково прошли обучение по soft skills и hard skills компетенциям. И готовы к работе заряжены атмосферой «Кванториума». По словам кураторов проекта, через месяц в стационарном «Кванториуме» в поселке Сатис начнутся первые занятия с детьми. Сейчас идет установка необходимого оборудования. А вот вопрос с логистикой пока не решен. То есть привозить и забирать своих детей придется родителям. Когда у нас «Кванториум» откроется в полную силу, мы наберем 800 человек, а именно столько детей у нас будет обучаться на бесплатной основе в модулях «Кванториума». Я думаю, что вопрос с организованной доставкой будет решен. В завершении пресс-конференции руководители «Кванториума» провели для журналистов экскурсию по аудиториям и показали оборудование, с помощью которого юные инженеры будут учиться создавать свои проекты. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе, к другим новостям. Они молоды, талантливы и харизматичны. Их кипучая энергия требует творческой реализации на сцене. Такую возможность молодым юношам и девушкам предоставляет клуб веселых и находчивых. 8 ноября отмечается день рождения этой игры. Школа КВН для многих студентов стала той альмаматор, которая дала путевку в жизнь. О том, есть ли место Сарова на международной планете КВН, расскажем в следующем репортаже. Вадим Лисенков со школьных лет интересуется клубом веселых и находчивых. На первом курсе студент впервые попробовал свои силы в этом направлении. Спустя три года у молодого человека появилась идея организовать школу КВН, где активные саровчане узнали бы больше о специфике и правилах юмористической игры, смогли создать команды и реализовать творческие способности. КВН немножечко угас, а интерес остался. Именно поэтому мы и хотим найти ребят, которые хотят заниматься КВНом в городе, которые хотят что-то здесь продвигать, толкать в этой тематике и готовы сами в этом плане развиваться и работать. В рамках молодежного форума «Время выбрало нас», который проводился в детском оздоровительном образовательном центре «Березка», Вадим Лисенков вместе со своей командой представил проект «Школа КВН». Идея нашла большой отклик среди участников форума. На данный момент в городе существует одна действующая играющая команда КВН, Российский федеральный ядерный центр «Внеев» по названию «В разработке». И есть задача возродить движение КВН, так как это молодежная игра, и приобщить, наверное, всю молодежь студентов, обучающихся молодежи именно к этому движению. Студенты с РФТИ делают первые самостоятельные шаги в развитии проекта. Молодые люди создали команду «Запара». На своем примере активисты показывают, что собрать заинтересованных игроков не так сложно. Главное – инициатива и чувство юмора. Команда новая, соответственно, у нее нет никакой юмористической базы еще, нет никаких шуток, миниатюр. Мы собирались, штурмовались. Сейчас мы стараемся именно написать шутки, поставить миниатюры, понять, кто из нас больше сможет выступать в роли именно актерской, кто среди нас лучше пишет шутки, найти сценаристов, разобраться в команде и понять, чтобы каждый нашел свое место. Если команде «Запара» удастся найти поддержку и место для проведения школы КВН, то с февраля по май ребята реализуют проект. На несколько веселых и находчивых в нашем городе станет больше. С 14 по 17 ноября можно будет бесплатно сдать анализ на диабет. Для этого нужно на сайте Центра молекулярной диагностики ответить на несколько вопросов. Тест позволит оценить степень риска развития сахарного диабета второго типа. Промокод, полученный по результатам тестирования, обеспечит стопроцентную скидку на скрининговые исследования для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови. Акция проходит в рамках проекта «Диабет. Знаю, контролирую, живу». Центра молекулярной диагностики Центрального унии эпидемиологии Роспотребнадзора. Подробности на сайте cmd.defis.online.ru Другая важная информация в подборке коротких новостей. Возможность оплатить школьное питание через площадку «Умный соров» появилась еще в двух образовательных организациях. Теперь воспользоваться сервисом могут родители ребят, которые учатся в 11-й и начальном звене 12-й школы. Напомним, возможность совершить онлайн-покупку школьных завтраков и обедов на неделю вперед запустили в пилотном режиме со 2 сентября. Первыми школами, которые перешли на электронную оплату, стали 3-й лицей и 2-я гимназия. Сервис доступен на любых устройствах. В Сарове открылась предварительная запись на обследование в Центре здоровья детей. Процедура бесплатна и включает в себя комплексное обследование дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Экспресс-анализы на сахар и холестерин, а также осмотр у стоматолога-гигиениста. Записать своего ребенка на обследование можно через портал пациента. Центр здоровья детей работает на втором этаже детской поликлиники в Новом районе. На сайте Арт-Саров опубликовали перечень дубов, каждый из которых можно считать ровесником нашего города. Средний возраст осенней составляет 250-300 лет. Однако есть и те, которые по некоторым оценкам могли расти на протяжении 4 веков. То есть в царствовании первых монархов из династии Романовых. Полный перечень дубов с указанием мест, где они находятся на интерактивной карте, можно найти на официальном портале Арт-Саров. Дарья Димитрова Я тречу меньше времени на чтение каких-то параграфов школьных. Или на те же книги можно читать больше книг. Это вообще помогает схватывать большее количество информации за меньший промежуток времени. В Международной Олимпиаде по скорочтению IQ Battle Дарья Димитрова участвовала второй раз. В прошлом году школьница заняла третье место. После второй попытки вернулась с победой. В рамках конкурса участники демонстрировали быстроту чтения обычных текстов и с перемешанными буквами. Выявляли логические цепочки, запоминали тексты и заполняли пропущенные слова за отведенное время. Наставник и член жюри Олимпиады журналист и телеведущий Анатолий Вассерман давал ребятам полезные советы, как настроиться на прохождение этапов и развивать навык скорочтения. Он сказал, что на самом деле знание – это сырье для умений. И то, что вы знаете, может не помочь вам в какой-то сфере деятельности. То есть нужно еще и уметь обрабатывать эту информацию и представлять ее. И еще он сказал, что нужно правильно настроиться и не волноваться. Я поняла, что волнение и правда, почему не помогается. В финал Олимпиады прошли 13 конкурсантов. Трое из них стали участниками суперфинала. Саровчанка оказалась лучшей. За победу в конкурсе школьницу наградили дипломом, книгами и путевкой в Международный детский центр «Артек». В Ярославле прошел 25-й открытый общенациональный фестиваль «Большая перемена». Конкурс традиционно собирает самых талантливых детей разного возраста. В наш город на фестивале представляли сразу два танцевальных коллектива детской школы искусств. В номинации «Хореография» «Контемп» стал лауреатом первой степени, а сюрприз – лауреатом второй степени. Подробности в следующем репортаже. Хореографический коллектив «Контемп» детской школы искусств представил на фестивале композиции «Ирландский рил» и «Контемпорари». С ними коллектив стал лауреатом первой степени. Жюри оценивало конкурсантов сразу по нескольким критериям – техника исполнения, построение номера, сценичность, артистизм участников. Я детей настраиваю, что нужно танцевать не лучше, чем другие, а лучше, чем вчера, чтобы мы просто развивались, самовыражались. И неважно, какое мы место привезем, главное – наш опыт сценический. Они этими конкурсами очень сплачиваются, очень растут в плане выделки движений. Танцевальный коллектив «Сюрприз» под руководством Ирины Смирновой в номинации «Народно-сценический танец» стал лауреатом второй степени. Это направление было самым многочисленным на конкурсе. Более 20 коллективов представили хореографические композиции на фольклорную тематику. Мы показывали две композиции – «Танец подружки» и «Вертушки». В общем, коллективы были сильные именно в этой номинации. Очень сложно было, конечно, соревноваться с такими знаменитыми товарищами. Но, в общем, дети нас не подкачали, в общем, они молодцы. По словам Ирины Смирновой, второе место для сюрприза – это тоже хороший результат. Будет над чем поработать и сделать номер лучше. Впереди их ждет Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Балакирев-данс» в Нижнем Новгороде. В Сарове проходит соревнование по баскетболу среди школьных команд. За право представлять наш город на региональном этапе турнира «Кэс-баскет» борются 13 сборных – 10 юношеских и всего 3 женских. На одной из игр побывала наша съемочная группа. На баскетбольной площадке встретились команды девушек из 11-й и 12-й школ. С первых минут встреч инициативы на площадке захватили ученицы 11-й школы. Уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне привели к тому, что к концу первой итоговой четверти спортсменки вели в счете. Из-за большого напряжения каждую минуту слышался свисток судьи. Назначались штрафные броски. С помощью них во второй четверти спортсменки 12-й школы почти сравняли счет. Но в третьем и четвертом игровом отрезке их соперницы усилили нападение и шансы на победу сборной 12-й вовсе не оставили. Итоговый счет на табло – 12-45. Очень тяжело. Мы думаем, что немножечко не так тяжело будет. Оказывается, вообще очень сложно. Мы будем бороться за второе место, потому что из города всего три команды. И у нас есть еще шанс поиграть с другой школой. И все возможно. Баскетбол – командный вид спорта. Игроки должны считать наперед все комбинации, уверяет капитан команды 11-й школы Анжелика Парамонова. Именно сплоченность и настрой на победу помогли им выиграть. Команда была соперником не очень сильная. Мы будем еще готовиться, чтобы занять первое место в дальнейшем и поехать дальше играть. Первенство проходит в рамках школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В этом году в нем примут участие 13 команд – 3 женских и 10 мужских. Юношей разделили на две подгруппы. Каждой сборной предстоит сыграть друг с другом по несколько игр, после чего определится победитель. Сейчас мы девочкам и мальчикам выявляем сильнейшую команду для дальнейшего представления нашего города на зональных, областных, региональных и российских соревнованиях. В прошлом году у нас среди юношей 12-я школа пробилась в финал Приволжского федерального округа. То есть такое большое достижение. В этом году посмотрим, что будет. Первенство по баскетболу среди школьных команд продлится до 22 ноября. Расписание и итоги соревнований можно посмотреть на сайте Департамента образования. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова